У государства есть четкий перечень признаков, которые и делают его государством. Среди них наличие на территории единой власти, единых законов, главного центра силы с монополией на насилие, системы сбора средств в бюджет, а также наличие четко обозначенных границ. У сегодняшней России проблемы со всеми из этих признаков. Россия уже прямо сейчас демонстрирует все признаки «failed state». Первичные признаки очевидны. Паникующая военно-политическая элита абсолютно не соответствует уровню задач и просто наблюдает, как система управления стремительно разваливается. Теряется контроль над частью территории. Полное отсутствие способности соблюдать социальный договор и выполнять сервисные функции государства. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, в Телеграм. Полномасштабная война против Украины выявила серьезные проблемы по каждому из признаков российской государственности. Так, само существование множества частных военных компаний, запрещенных российским законодательством, уже ставит под вопрос фактор монополия на насилие. А открытие противостояния ЧВК, Вагнер и российского Минобороны размывает понятие еще и единого центра власти. Проблему суверенитета в России обостряет и операция российских добровольцев в Белгородской области. Ведь контролируемые ими территории не подчиняются Москве. То, что происходит сейчас и происходило на Белгородщине, это демонстрация слабости основных принципов, на которых построена сейчас Российская Федерация. Это силовой контроль за территорией, жесткая силовая вертикаль, доминирование центральной власти. Мы видим, что по сути центральная власть самоустранилась даже от комментирования такого конфликта. В то же время всю ношу этого комментирования реально взяли на себя местные власти, которые не смогли дать нормальные общие рамки выхода из этой ситуации. Для многих граждан, которые жили при граничных территориях России, это создало определенный жесткий фрейм паники. Пожалуй, единственный признак государственности, который Россия продолжает демонстрировать стабильно, это сбор налогов для подпитки бюджета. Вот только и это распространяется не на всех, подтвердить сможет любой из бесчисленных российских коррупционеров. А вот фактор четких границ страны Путин уничтожил сам. Решение о якобы включении в состав Федерации временно оккупированных территорий Украины не имеет никакого значения на международном уровне. Границы те же, как и в 1991 году. Но внутри России это создает огромную серую зону права и прецедент, который в будущем могут использовать национальные республики для обретения независимости. Россия, раскручивая этот нарратив, она ставит тогда логичный вопрос относительно своей территории. То есть, если вы говорите о том, что границы не определены, ну тогда как бы действительно, а что там с вашими границами, а что там с Эчкери, а что там с другими ситуациями. Но это лишь, скажем так, в части какой-то там возможной дискуссии, полемики. Если же говорить именно с точки зрения международного права, все действия России по изменению границ, они ничтожны. Кремлевская пропаганда годами вбивала в головы россиян тезис о том, что Украина якобы является несостоявшимся государством. Фейлстейт. Вот только за 15 месяцев полномасштабного вторжения Украина продолжает выполнять все государственные обязательства перед своими гражданами и международными партнерами. А Россия, наоборот, все ближе подходит к реальному статусу фейлстейт. Данила Кобза для телеканала Freedom.